Так, ну, во-первых, хотел бы тоже поблагодарить Артема за то, что он меня пригласил. В прошлом году я уже здесь был, показывал как раз наши наработки именно в гистоморфологической истории. Ну, с тех пор кое-что изменилось. Я теперь, так уж стало быть, представляю и несколько иную организацию, израильскую такую историю, израильско-российскую, будет правильнее сказать, в общем-то, вышедшую из телемедицинских проектов. Вон, сейчас здесь было очень много телемедицинских проектов, но, в общем, теперь в этой истории появились и проекты, связанные именно с искусственным интеллектом. Так, ну, это вот о нас, а это вот про тех ребят, частью которых мы с недавнего времени тоже стали. Ну, не целиком, а, так скажем, в паре проектов, которые я потом представлю. Вот, вот эта компания замечательная, израильская, она имеет довольно много проектов. Мы здесь будем представлять как раз Digital Pathology. Вот, но также это есть вот замечательный проект Stroke, который связан именно с ранней диагностикой инсульта из правильной именно маршрутизации пациентов, у которых случилось собственное нарушение мозгового кообращения. Собственно, этот проект сейчас проходит, так скажем, тестирование в Калифорнии, в США, вот, и тоже будет в скором времени получать в ДИА. Вот, Radiology – это проект, который связан именно с Fusion Biopsy в председательной железы. Собственно, тут же здесь будет и наша история как раз-таки с Digital Pathology, то есть с использованием алгоритмов искусственного интеллекта в именно верификации цифровых гистологических снимков председательной железы. Плюс, конечно же, поскольку это Fusion, здесь будет и МРТ, и УЗИ, и трекинг иглы. Triash – это проект, который тоже сейчас реализуется в России на базе нескольких больниц Москвы. Вот, он связан именно с тем распределением пациентов по определенному машинному алгоритму именно в приемном покое, то есть какие им надо сделать обследования в первую очередь, какие во вторую очередь, кого куда. То есть, как это там дедушка Пирогов начинал в свое время, время Крымской войны, вот мы пытаемся это как-то вывести на более такую уже сложную историю, уже и технологичную. Ну, с Melanoma – это проект, который будет реализовываться совместно с группой разработчиков из физтеха и с одним, еще одним крупным дерматовенерологом, директором одного института. Вот, а офтальмология, я, кстати, посмею заметить, что я являюсь офтальмологом сам по своей специальности. Вот, это проект, который будет реализовываться в МНТК «Микрохирургия глаза» и в центре Гельмгольца. Вот, он связан именно с телемедицинскими вот этими проектами. Ну, вот на МНТК, например, недавно тоже получил статус МИЦ, то есть они там тоже активно реализуют телемедицинское направление, и нам вот будет интересно именно попробовать посочетать свои наработки именно с их задачами. Ну, а это вот деревце этой израильской компании. Это я, в общем-то, я думаю, тут много говорилось, все примерно уже знают, для чего делается искусственный интеллект, какие он должен решать задачи, как он будет хорошо работать с телемедициной, когда он, наконец, будет работать, когда все будет сделано как надо, и, наконец, появится нормальное регулирование. Ну, в Соединенных Штатах, например, это регулирование уже есть, потому что уже есть, в общем-то, успешные, да, success stories, связанные с выдачей сертификатов FDA, это тоже представлялось. Вот, ну, в России, я надеюсь, мы тоже не будем отставать от наших, как бы, конкурентов, ну, где-то партнеров, конечно же, и тоже сможем построить технологичную, в общем-то, инфраструктуру. Вот, ну, это вот пример вот наших решений в гистологии, то есть вот здесь увиальная меланома. Вот, кстати, было как раз, когда Артем с господином Сорокиным как раз обсуждал про выживаемость, например, про то, как могут ли, например, алгоритмы машинного обучения связать выживаемость человека и просто вот определение чего-то, да, на каком-то медицинском изображении. Ну, вот здесь, например, тоже реализуется такой проект, он, вообще-то, идет как такая научная история, в общем-то, связать именно спектр клеточной увиальной меланомы, она, вообще-то, состоит из вертинообразных и птилеоидных клеток, в общем-то, наш алгоритм считает и те, и те, вот, то есть он обращает внимание на клеточные и на тканевые признаки, и именно по процентному соотношению, по дисперсии именно птилеоидных клеток строим мы некую модель, которая, например, сможет предсказать выживаемость таких пациентов в долгосрочной перспективе, анализируя, соответственно, связи именно с историями болезней, вообще с прогнозом, с историей пациентов в долгосрочной перспективе. Вот, ну, это вот как, например, мы считаем клеточки, определяем их. Вот, ну, совместно с нашими израильскими друзьями мы будем, вот, разрабатывать проект по представительной железе и по толстой кишке. Вот, у нас, собственно, есть уже, я тоже в прошлом году представлял, в общем, такой прототип по щитовидной железе. Мы его сейчас активно дорабатываем в ВЕНС, в Декламентально-научном центре, собственно, как раз верифицируем, работаем именно с теми данными, которые не участвовали в выборке, то есть там большой массив разных видов рака, как такового. Вот, и мы ретушируем всю эту историю. Вот, ну, это больше для математиков, в общем-то, как это все наш алгоритм чем представлен. Это вы видите. В общем-то, тоже, опять-таки, слова, которые можно говорить и говорить, наверное, уже большинство участников конференции уже, в общем-то, знают, как все это, как искусственный интеллект может помогать нам в нашей, собственно, каждодневной медицинской работе. Вот, и, собственно, проект, который я бы хотел бы тоже здесь представить, он тоже сейчас в стадии, так скажем, начала, вот, это, собственно, служба гистоморфологической автоматизированной диагностики полного цикла. То есть, ну, мы знаем, что заготовка препаратов, заливка их, микротомирование как таковое, вот, это, в общем-то, процесс тоже такой весьма трудоемкий, состоящий из разных этапов, в общем-то, делается на разных девайсах. Вот, и именно касательно проблем, да, digital pathology, то, наверное, таким вот краеугольным камнем является такое устройство, как гистосканер. Вот, то есть то устройство, которое позволяет именно нам получать цифровые снимки гистологических препаратов. И, в общем-то, вот мы с вот этими замечательными людьми из БГТУ Вайн Меха, из ней телевидение, в общем-то, будем строить такой проект, гистопроцесс. В общем-то, это будет импортозамещающий такой продукт, в общем-то, будет система, в которой будет, собственно, гистосканер как ядро, вот, но помимо этого будет идти весь процесс, который предшествует подготовке микопрепарата в автоматизированном виде, и дальнейший процесс, который должен уже идти после получения, да, цифрового снимка. Вот, цифровка и гистологический анализ. В общем-то, мы здесь будем как раз представлять ту часть, которая будет заниматься именно гистологическим анализом, компьютерным анализом этих самых препаратов в той системе, которая будет создаваться. Ну, это, собственно, зачем он создается. Здесь видите. Вот, ну, это как вот, например, сейчас выглядят эти устройства, которые есть на рынке. И, конечно же, тут стоит упомянуть про телемедицину, которая, ну, телемедицины в гистологии уже есть, конечно, люди, которые занимаются, да, вот, и товарищ там из Юним, и некоторые проекты западные, вот, но как раз-таки именно идея все наконец-то во что-то вот такое собрать, большое, единое, работающее от самого, как говорится, процесса именно заготовки препарата до уже анализа методами искусственного интеллекта, до использования вот этой цифровой диагностики именно в телемедицинских каких-то историях, это будет, конечно, очень хорошо, если удастся. Как-то так. Привожу цитату до Азика Азимова, одного из моих любимых писателей, он очень много умного сказал, и, в общем-то, наверное, поскольку я завершаю вообще всю нашу секцию, ну, позвольте, наверное, сказать, что интеллект может быть искусственный, а может быть естественный, главное, чтобы он был, вот, так что. Спасибо большое. Спасибо большое. Мы желаем успеха. Мы желаем успеха вашему проекту, потому что вот Минздрав все время ездит по регионам с проверками, как регионы готовы к нацпрограмме и так далее, и организация работы морфологической службы является самой большой и самой часто критикуемой проблемой в регионах, и если это как-то надо вам помогать пилотированием или еще чем-то, ну, давайте вместе. Спасибо, обязательно. Я думаю, можем найти общие точки соприкосновения. Ну, для вас, да, для нас важные. Ладно, спасибо. 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 Спасибо.